Привет, привет всем любителям математики. Ну, засучив рукава, возьмемся за колеса. В этот раз колеса не стал приносить в студию. Математика, мы же можем вообразить, составить математическую модель и с нею поработать. Если хотите колеса увидеть, выйдите на улицу, и там куча машин стоит, подойдите, поглядите, и там вы заметите на боковине любой шины вот такую маркировочку. Задача. Насколько миллиметров радиус вот этого колеса больше радиуса вот этого колеса? Так звучит задача в ОГЭ. Насколько миллиметров радиус вот этого колеса больше радиуса вот этого колеса? Вот, товарищи взрослые, попробуйте решить, и поймете настроение девятиклассников. Ну что ж, а мы нарисуем колеса. вот колеса мы видели не видели так можно вам сходить как я уже говорил на улицу и глянуть поехали что же на маркировке обозначают эти числа начнем с конца 13 диаметр металлического диска в дюймах но вот такая традиция в дюймах один дюйм это 25 4 десятых миллиметра диаметр металлического диска в дюймах видите здесь 13 а здесь диаметр тоже 13 13 колеса шины только разные до 13 колеса значит у них вот эта часть абсолютно одинаковой верно у нас задача звучит сравнить радиус насколько вот этот радиус колеса вот этого колеса больше радиуса вот этого вот ведь радиус колеса верно вот это и эта часть у них одинаковы потому что диаметр металлического диска у них равны по 13 дюймов значит нечего их и брать в расчет при сравнении будем сравнивать высоту шины а где здесь информация высоте шины внимание первые вот эти циферки это ширина шины в миллиметрах вот я попробую так сказать вот этот художник ладно попытался нарисовать протектор да вот она зимняя допустим резина 185 это ширина шины в миллиметрах а что ж такое 60 60 братцы позволяет высчитать на высоту шины это 60 процентов от ширины высота боковины шины их тут 2 у нам 1 нужно потому что мы радиусы сравнивать 60 процентов от ширины то есть чтобы найти вот эту высоту нужно 185 метров умножить на 0 6 были поделить на 100 и умножить на 60 что одно и то же а здесь высоту шины как найдем 175 умножим на 0 65 и остается только вот из этого вычесть это тоже сказал задача что это больше мы сейчас увидим что она будет больше все вот и все сравнение в миллиметрах можно взять умножить столбиком взять умножить столбиком и столбиком вычесть неохота это делать да попробуем иначе поступить смотрите сто семьдесят пять на 0 65 вычесть вычесть 185 на 0 6 внимание чего такое 185 это 175 плюс 10 значит я могу 175 умножить на 0 6 и вычесть 10 на 0 6 это одно и то же это вы все проходили еще в пятом и в третьем классе так да 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 теперь внимание 0 65 чего-то минус 0 6 от этого же самого что будет 0 65 вычесть 0 6 5 сотых от этого равно 175 на пять сотых и минус не забыть 10 на 6 сколько а 10 на 0 6 на 0,6 6 равно вот пока все устно пять сотых братцы и чё такое 5 в 100 сколько раз помещается 20 это одна двадцатая часть надо от 175 найти двадцатую часть как найти двадцатую часть поделить на 10 потом на 2 или наоборот сначала на 2 потом на 10 кому как удобно делю на 10 17 половиной и пополам 17 половиной пополам сколько сколько 17 половиной пополам 17 с половиной тысяч поделить на 2 8 8000 75 проверять 875 умножь на 2 16 и 75 на 2 полтора 17 половины и вычесть 6 2 целых 75 сотых миллиметра братцы вот такой ответ вот это колесо его радиус больше на 2 целых 75 сотых миллиметров всем большое математический привет пока